В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием Дифи. Ребята, этот парень снимает видео о блокстрайке, он снимает различные гайды, он снимает различные приколы, он снимает различные баги, он снимает всякие обновления и тому подобное. Поэтому, ребята, любители блокстрайка, обязательно перейдите и подпишитесь на этот замечательный канал. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня я вам расскажу, как же менялся и как же эволюционировал наш любимый блокстрайк. Ребята, для тех, кто в танке, для тех, кто не смотрит мой канал, это уже вторая часть эволюции блокстрайка. Поэтому, ребята, чтобы понять, что тут происходит, обязательно посмотрите первую часть, ссылку на которую вы найдете в описании. Ну что ж, поехали, а закончили мы на феврале 2016 года, 26 февраля. Пожалуйста, запомните этот день, потому что, ребята, именно в этот день добавили новый режим под названием... Вот как вы думаете, какой режим добавили спустя один год? Классика. Карл, классика. Мы ждали этот режим целый год. Но это не все. Также добавили мега крутое оружие, конечно же, в кавычках, под названием 5-7. Ровно через неделю вышел новый режим под названием Рандом. Как по мне, это самое годное обновление за предыдущие два месяца. Ребят, Рандом. Это очень крутой и очень опупительный и очень интересный режим. Прошла еще одна неделя и вышел блокстрайк версии 2.0.0. Добавили новый режим под названием Каждый сам за себя. Вы у меня спросите, что это такое? Я вам, ребят, отвечу прямо и скажу правду, что я не знаю. Потому что сейчас этого режима нету. Добавили Бонни Хоп. Кстати, комьюнити блокстрайка сказала, мол, Бонни Хоп полное дерьмище и его надо убирать. Но его, естественно, никто не убрал и все постепенно к нему привыкли. Добавили 4 новых карты и добавили 10 новых скинов. 22 марта вышла новая версия блокстрайка, а именно 2.1.0. Добавили новый режим Голодной игры. Добавили карту Стронг на Бонни Хоп. Добавили карту Фолл и добавили карту Изи. Ну а дальше у нас идет апрель. И, ребята, в апреле просто была мега большая и мега жирная полоса в истории блокстрайка. Потому что ввели новую систему сохранения данных. И так уж получилось, что из-за этой новой системы сохранения данных, некоторые аккаунты пользователей блокстрайка просто-напросто удалились. И они, естественно, никому не вернулись. И уже 20 апреля все вернули, как было раньше. И все стало на свои места. Ближе к концу апреля ввели еще одно годное обновление. А именно, сменили систему выпадения скинов. И теперь это та система выпадения скинов, о которой мы все вместе с вами знаем. В начале мая ничего годного не было. Просто ребята исправляли кучу ошибок, которые появлялись с выпадением скинов. Но именно 17 мая вышла новая версия, а именно 2.5.6. И добавили новый режим под названием Арена. Добавили новую карту Аплоу, добавили 5 новых скинов. И, как обычно, классика жанра исправили кучу ошибок. В конце этого месяца, а также в начале июня, ребята, добавили много чего годного. Добавили АФК режим. Также добавили карту БАЗ-2, карту Индия, Фрактал. Немножко изменили карту Турбин. Добавили кнопку синхронизации данных. Добавили 4 новых скина. Добавили новый режим Горячий нож. А также, как обычно, исправили кучу ошибок. 19 июня, ребята, вышла новая версия Блокстрайка, а именно 2.7.0. В этой версии изменили интерфейс игры. Добавили функцию вибрации при уроне. Добавили функции левша. Потому что я, ребята, допустим, левша. И это очень полезная и очень крутая функция. Также добавили 5 новых скинов. И, ребята, только вдумайтесь. Только с 19 июня добавили возможность изменять громкость звука. И уже в июле, а именно 17 июля, вышло самое глобальное и самое крутое обновление за последние полгода. Вышла новая версия Блокстрайка, а именно 3.0.0. Добавили режим Only. Добавили Firestat. Добавили секретный кейс. Добавили быстрый поиск. Добавили командный чат. Добавлена анимация для оружия. Добавлено 10 новых скинов. Добавили 3 новых карты. Добавлена кнопка отключения чата. Обновлена система друзей. Убрана вибрация. А также, ребята, убрали, ну, как обычно, кучу разных ошибок. И кучу всего пофиксили, кучу чего исправили. Исправили кучу разных ошибок. Дальше, ребята, 22 июля, добавили очень крутое, очень классное, очень апопезное обновление. А именно задание. Вы, наверное, у меня спросите, мол, кентапка, а чё это такое? Ну, в общем, ребята, раньше были задания, ты их выполняешь и получаешь на халяву золото. Ну, по всей видимости, наши уважаемые создатели Блокстрайка подумали, что это уж слишком халява и решили просто-напросто всё это убрать. Ну, что ж, на этом я заканчиваю нашу вторую часть. Ребята, если вы хотите продолжение, а там дальше будет Огу Госкоп Крутых Обновлений, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк. И если мы наберём одну тысячу лайков, я, ребята, обязательно сниму продолжение, а именно третью часть. Ссылочка на первый час есть в описании. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был ваш кентапка, всем удачи и всем пока.